Сегодня на библейском портале «Экзагет» мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня на основании текста Евангелия от Марка 16,8, сравнивая его с Евангелием от Матфея 28,8, мы рассмотрим следующий вопрос. «Поведали ли женщины о том, чему свидетелями они стали при гробе Господнем другим людям, в частности, апостолам?» Рассмотрим этот вопрос. В чем проблема? Проблема заключается в том, что в Евангелии от Марка 16,8 сказано, что «когда они вернулись от пустого гроба, никому ничего не сказали, потому что боялись». И в противоположность этому, в Евангелии от Матфея 28,8 сказано «побежали возвестить ученикам его», то есть уже с намерением возвестить ученикам его эту весть. Как же понять, кто из евангелистов прав? Ну, как мы уже знаем, прав и тот, и другой евангелист. Надо обратить внимание на то, что Матфей не говорит в действительности, что женщины, что рассказали ученикам, но что они побежали с намерением рассказать ученикам. А намерение иногда возникает. У нас тоже с кем-то поделиться какой-то новостью, но когда мы видим того, к кому мы спешим, и видим недоумение этих людей, или одного человека, или несколько, мы впадаем в раздумие, а стоит ли говорить, если человек или группа людей в таком недоумении, в таком состоянии, услышат ли они нас и поймут ли они нас. Поэтому можно предположить, что, конечно же, намерение поделиться этой новостью у них было, но когда они оказались перед лицом апостолов, которые в страхе пребывали, и весь вид их показывал, что они крайне напуганы, здесь действительно могло произойти то, о чем мы прочитали у Марка. Никому ничего не сказали, потому что боялись, то есть намерение имели, но когда увидели обстановку, в которой пребывали апостолы, смутились и сразу никому ничего не сказали. А потом, позже, все-таки набрались сил и решились высказать все по поводу произошедшего чуда, что, возможно, и имеет в виду Матфей. На самом деле, вот такие несовпадения между евангелистами, они как раз устанавливают достоверность их повествования. Мы не видим сговора между этими авторами. Каждый излагает материал так, с той точки зрения, с которой он оценивал и видел происходящее событие. Матфей был участником событий, Марк излагает точку зрения апостола Петра, который тоже был участником этого события. И когда мы говорим о историчности евангельских событий, обычно историческая наука, она ищет два-три источника. Новый завет – это не один источник. Это собрание разных источников. Матфей написал свое Евангелие. Марк – свое Евангелие. Лука – свое. Значительно позже написал Иоанн. Книга Деяний была написана еще значительно позже. Апостольские послания и так далее. Последняя книга – Апокалипсис. Просто эти свидетельства собраны в один свод и образуют как бы библиотеку. Само название этой книги, книг Ветхого и Нового Завета – Библия. То есть библиотека, собрание небольших книг, собранных вместе. Таким образом, мы видим свидетельства, данные через Матфея, через Марка, через Луку, через Иоанна, через апостола Петра, Иакова, Иоанна, я имею в виду уже послания, через послания Павла и весь Новый Завет рассказывает об одной удивительной личности Иисусе Христе. Например, если говорить о существовании некоторых исторических личностей, таких как Сократ, Аристотель, то почти нету свидетельств в таком количестве, как мы имеем свидетельства о Христе, которые бы возникли бы вскоре после смерти Сократа и Аристотеля. Но есть свидетельства Платона, но кто еще может это подтвердить? Так вот, в Новом Завете мы видим россыпь этих свидетельств. Причем апостолы, они обладали еще большей информацией о Христе, поэтому Иоанн Богослов и пишет, если описать все, что говорил и делал Христос, то весь мир не вместил бы написанных книг. А вот то, что мы имеем в лице Нового Завета, как пишет Иоанн, это написано для того, чтобы мы уверовали в Сына Божия и через эту веру имели бы жизнь вечную в Боге и с Богом. Поэтому, читая Новый Завет, мы слышим голоса разных авторов, через которых главный автор Библии, Дух Святой, доносит до нас дыхание истины. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах и берегите себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok